МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Технический университет готовится к проведению международной конференции «Качество образования-2010». В здоровом теле здоровый дух. ВишГТУ завершилась неделя здоровья. И вновь студенческое кино. О себе, о друзьях и, конечно же, о любви. Лен, а правда, что на нашем факультете прикладная математика учатся одни лундеркинды? Ну, про всех не скажу, но достоверно известно, что про студентов этого факультета есть хорошая шутка. Почти все вундеркинды заканчивают факультет прикладная математика, но чаще факультет заканчивает вундеркиндов. Так ли это? Давайте разберемся вместе. Факультет прикладная математика был создан на базе кафедры математического моделирования процессов и технологий. Математическая школа Ижевского механического института, а позже технического университета формировалась под руководством профессора Азбелева, который по праву считался одним из ведущих математиков страны. Факультет прикладная математика был создан 10 лет назад, и одной из целей создания факультета – это подготовка элитных специалистов для экономики Удмуртской республики, в том числе и для ее оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время на четырех специальностях факультета учатся более 500 студентов. Подготовку специалистов ведут 80 преподавателей. Каждый восьмой профессор и доктор наук, почти каждый второй – кандидат наук и доцент. Среди преподавателей факультета – заслуженные деятели науки и высшего образования Удмуртской республики, действительные члены различных академий. Процентов 50 преподавателей, кроме того, что они математики, они еще имеют, будем говорить, прикладные специальности. Например, я специалист по военной технике и вооружению, допустим, окончил в свое время М-факультет. Шесть семестров математики о чем-то говорит. Это позволило мне стать заведующим кафедрой. Не секрет, что именно в оборонке, как мы сейчас говорим, были сосредоточены лучшие умы, в свое время лучшие технологии преподавателей и многие выходцы из тех школ, они в настоящее время работают на факультете. Занимаются, конечно, другими уже проблемами, но в том числе и продолжают заниматься проблемами оборонно-промышленного комплекса. Одна из основных задач создания математического факультета – это формирование единого математического пространства ИЖГТУ, повышение уровня и качества математического образования. Судя по результатам, эта задача в целом решена. На последней Всероссийской математической интернет-олимпиаде из 200 вузов страны команда математического факультета ИЖГТУ заняла одну из лидирующих позиций и вошла в число участников заключительного этапа олимпиады. Особенность наша заключается в том, что мы даем фундаментальное образование, но помимо этого мы еще учим ребят учиться. То есть они хорошо адаптируются в изменяющемся окружающем мире, на рынке труда хорошо востребованы, приспосабливаются. То есть здесь проблем у нас нет. В общем-то я даже могу сказать, что за ними стоит в очередь работодатели. Наших специалистов приглашают на работу на ИЖМАШ. Там открывается новое высокотехнологическое производство, связанное с производством, изготовлением пружин. Это предприятие по замыслу его создателей будет осуществляться как одно из самых современных предприятий производства этих изделий. Специалист становится многогранно способным. Он не только экономист, он еще и математик, он еще и информатика. И когда вот в практике, в жизни человек знает не только экономику, но еще и знает и математику, и информатику, и способен это еще использовать в своей, так сказать, непосредственной работе, то вот это и есть золотые специалисты, которые в частности готовятся в нашем факультете. Математика прошла путь от чистого листа и карандаша до современных информационных технологий. В настоящее время специалисты в области прикладной математики способны просчитать и смоделировать абсолютно все, от космических исследований до социологических процессов. Действительно так. Сейчас математика развивается стремительно, так скажем, потому что появились компьютеры и многие вещи, которые ученые делали с карандашом и бумагой в течение десятилетий, сейчас это делается гораздо быстрее. То есть порядок месяц, сутки, там час. За последний год ученые факультета выиграли пять государственных контрактов, что по сумме аккредитационного показателя на порядок превосходит требования Министерства образования и науки. Практически все студенты задействованы в выполнении этой тематики, этих тематик. Ну, тематика в области математики, в области информационных технологий. Вот сейчас они выполняют дипломные работы, курсовые работы в рамках вот этих направлений. Это ребята, которые, будем говорить, способны абстрагироваться практически в любой ситуации и промоделировать любой физический процесс, в том числе как в технических системах, как в физиологических системах, как в природных любых системах. Они способны построить модель. Мало того, они прекрасно знают компьютерную технику. О студентах факультета прикладная математика рассказывают разные небылицы. Одни утверждают, что здесь учатся сплошь вундеркинды, не от мира сего. Другие говорят, что каждый второй бывает отчислен после первой же сессии. И те, и другие ошибаются. На ПМ грызут гранит математической науки обычные молодые люди. У нас как-то нет таких крайностей. По своей практике могу сказать, что у нас все сбалансировано. Даже если на начальной стадии у нас приходят, естественно, разные ребята, то уже вот к второму курсу наши преподаватели на первом курсе делают все для того, чтобы вот какие-то перекосы, если есть у кого-то, да, такие личностные особенности, они выровнялись, сбалансировались. То есть, в общем-то, к концу пятого курса у нас ребята выходят как полноценные гармоничные личности. В общем-то, это, я считаю, является отличительной особенностью вот обучения на данной кафедре и на данной факультете. Говорят, что здесь, на прикладной математике, работают коллеги. Только одни учат, а другие учатся. Причем этот процесс нередко приобретает формы взаимного влияния. Вот сейчас студенты, они более раскрепощенные. Они обгоняют преподавателей, скажем, в информатике, потому что у них уже все с кровью, так что называется. Эти все мобильные телефоны, интернет, собственно, компьютер, ноутбуки, они все это знают. И, вообще-то говоря, мы не стесняемся в некоторых вопросах спрашивать у них, что, собственно, не знают и как что-то сделать. Потребность народного хозяйства в инженерах-математиках и экономистах-математиках растет с каждым днем. А это ставит перед профессорско-преподавательским составом факультета новые непростые задачи. Мы должны отойти от милой доски, обычной доски, милой тряпки, использовать информационные технологии, информационные коммуникации, использовать весь багаж, который накоплен мировым сообществом в той или иной области, если мы взялись готовить специалистов в этих областях. Без этого невозможно, потому что глобальная экономика, конкуренция, невозможно замкнуться уже в четырех стенах. Необходимо выходить и вести себя, скажем так, агрессивно на этих площадках.